Не пить и не есть. Жилье для дагестанцев становится все менее доступным. Чёрные майнеры не дремлют. Очередную незаконную ферму по добыче криптовалюты накрыли в Дагестане. Подробности в рубрике «Дайджест». Бесплатная медицина для малоимущих и многодетных семей. Минтруд и Первая городская больница заключили соглашение. Что оно предполагает, расскажем в выпуске. В Махачкале заболелись свинкой пять учеников школы номер 50. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Дагестану. По информации управления, дети не были вакцинированы из-за отказов от профилактических прививок. Инфекцию принес в класс первый заболевший ребенок, который и заразил сверстников. Непривитые школьники отстранены от занятий. Проводится экстренная иммунизация контактных. Роспотребнадзор организовал необходимые противоэпидемические мероприятия. Тем временем аренда жилья для дагестанцев становится все менее доступной. В Махачкале с начала этого года подорожали съемные квартиры. Исследования провели аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» по 70 крупнейшим городам страны. В их рейтинге наша столица заняла 14 место. Рост цен, в частности, отмечен в сегменте двух- и трехкомнатных квартир. Теперь за двушку дагестанцы в среднем платят в месяц 31 100 рублей, а за трешку до 35 тысяч. А вот аренда однушек за январь стала немного дешевле и достигает почти 26 тысяч рублей в месяц. Вместе с тем у нас выросли в цене самые маленькие квартиры площадью до 32 квадратных метров. Теперь они стоят 18 500 рублей. Более 60 дорог к туристическим объектам Дагестана будут улучшены в течение года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салава. Работы проведут за счет средств муниципалитета и субсидий из республиканского бюджета. В 2023 году такая реконструкция была проведена на 35 участках. В этом же году их количество практически увеличено вдвое. Предполагается, что улучшение состояния дорог приведет к росту посещаемости туристических объектов в республике. Далее краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. Житель Буйнакского района подозревается в незаконной рубке деревьев породы ясень на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Дагестану. Мужчина изготавливал из лесных насаждений уголь и продавал его. Этот факт сотрудники полиции выявили при проверке автомобиля лесоруба. На тот момент в его машине было более 400 брусков. Стражи порядка проводят проверку. Более 300 граммов мифедрона обнаружили полицейские в Махачкале у 25-летнего жителя Буйнакска. Во время допроса молодой человек рассказал правоохранителям, что купил запрещенное вещество для дальнейшего сбыта. Против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. В Махачкале выявили незаконную майнинг-ферму, сообщает филиал Дагенерго. Она располагалась в частном доме 37-летнего жителя поселка Караман. За несколько месяцев ферма потребила электроэнергию на 1 миллион 200 тысяч рублей. Оборудование было подключено к сети в обход прибора учета. Оно изъято, а в отношении электровора решается вопрос о возбуждении административного дела. Поезд насмерть сбил 50-летнего жителя села Хурикта Басаранского района. Трагедия произошла 7 февраля на перегоне Дербент-Араблинская. Предварительно мужчина нарушил правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские выясняют все обстоятельства ЧП. В нашей стране отмечается День российской науки. В Дагестанском гуманитарном институте по этому случаю прошел мастер-класс, на котором студентам и преподавателям вуза рассказали все о грантовой деятельности, как правильно составлять проекты и отчитываться по ним. А провели его директор молодежного инновационного комплекса развития образования и науки ДГТУ Абдулла Ахмедов и аспирант учебного заведения, победитель проекта «Умник» Нурадин Мутаев. Спикеры поделились также личной практикой и опытом написания грантовых работ по научной и социальной практике. ДГИ договорился о сотрудничестве с молодыми учеными и руководителями научных секторов ДГТУ. Минтруд Дагестана подписал соглашение о взаимодействии с городской клинической больницей Махачкалы. Направлено оно на предоставление бесплатных медицинских услуг малоимущим и многодетным семьям, которые состоят на учете в комплексном центре соцобслуживания населения Махачкалы. Это первый опыт такого рода партнерства в России. Хочу поблагодарить лично вас, Хаджи Марканович, за такую замечательную, я бы сказал, идею, о том, чтобы все малоимущие, многодетные семьи, которые есть у нас на учете в комплексном центре социального обслуживания города Махачкалы, могли провести здесь полное лечение, диагностику. На самом деле, со всех точек зрения, и с религиозной, и с государственной, это очень полезно. Я призываю наших коллег из других больниц в районах и городах подхватить инициативу Хаджи Маркановича и организовать у себя тоже. Это будет на самом деле очень полезно. Для успешной реализации такого проекта уже определены рабочие группы и ответственные лица. Весь спектр медицинских услуг от диагностики до стационарного лечения будет проводиться в режиме одного окна. Естественно, зная свой потенциал, мы и предложили, вышли с такой инициативой, чтобы многодетные малоимущие семьи были в том числе на нашем подпечении. Мы готовы это сделать. Это не только наша медицинская обязанность, но и человеческая потребность. Ночь вознесения пророка Мухаммада, мир мой благословение, значимая ночь для мусульман. Во всех уголках мира читают восхваление пророку и рассказывают про это важное событие. Несколько тысяч человек собрались в Джума-мечеть Махачкалы, чтобы выразить тем самым свою любовь к пророку. На такие мероприятия в Джума-мечеть Махачкалы приезжают изо всех уголков страны. Также во всех районах и городах Дагестана проводят маджлисы в честь ночи Исра в Аль-Мирадж. В мечети Алякса палестинцы также собрались для того, чтобы восхвалить пророка Мухаммада, мир ему и благословение, и ночь, когда Всевышний повелел нам совершать пять намазов в день. Дети вместе с родителями приехали в Джума-мечеть. Для них это не просто возможность встретиться со своими сверстниками. Многие из них хорошо знают историю жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Сегодня ночь Меорач, день, когда переселся пророк Мухаммада из Мекки в Медину. Я сегодня пришла с моей мамой и с родственниками. Про ночь Меорач и про пророка Мухаммада рассказывают во Ано-Ватан. Я учусь в пятом Б-классе. Сегодня ночь Меорач, и мы пришли делать намаз. С кем, покажи? С мамой, и папой, и сестрой. Тут мы намаз делали еще. Нам конфеты раздавали, я рисовала. В ночь Меорач пророк Мухаммад, мир ему и благословение, совершил свое важное путешествие в Иерусалим, где коллективно помолился вместе с другими пророками, а затем был вознесен на небеса. Это произошло после того, как пророк, мир ему и благословение, в течение десяти лет проповедовал меканцам, призывал их к исламу, но в ответ получал только насмешки, унижения и обиды. Посредством этой ночи Всевышний возвеличил пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Суицид, убийство и смерть от передозировки. Последние новости из Дагестана потрясли общественность. Для профилактики от действий, приводящих к подобным трагедиям, в городе Дагестанские огни состоялась встреча с молодежью. Дворец культуры посетили около 400 ребят, преимущественно студенты. С ними представители муфтеата и администрации города провели просветительскую беседу. Ученые-богословы ответили на вопросы молодых людей и заверили в поддержке с их стороны в случае необходимости. Есть специальные каналы, где профессионально уничтожают в молодых людях наших религию, пропагандируя атеизм и сатанизм. Некоторые наши дети попадают под эти уловки и стали исповедовать сатанизм. Есть такие каналы, где целенаправленно настраивают против учителей. У тебя есть слово, у тебя есть свобода, почему он должен тебе замечание делать? Ты такой же человек, скажи в ответ ему, учат так. Есть даже мультики, где учат сотни раз, повторяя слово, надо убить учителя. Понимаете, есть такие мультики. Ничего хорошего, идя против учителя и оставляя этику учителю, человек не получит. Так написано в книгах. В частности, в исламских книгах так написано. Без барракатность и благодат человека лишается, кто оставляет этику своему учителю. Почему общение с противоположным полом не разрешено до брака? Почему запрещено? В первую очередь, это веление Всевышнего Аллаха запрещено. Почему? Потому что у каждого из нас есть сестра, правильно? Есть сестра, есть мать. Если с нашей сестрой кто-то бы общался до брака, не женился на ней, приятно было бы кому-нибудь, было бы неприятно. То же самое с нашей матерью, допустим. Кто-то общался бы и не заключил с ней брак. Мать, допустим, в разводе. Приятно было бы? Не было бы приятно. Поэтому в жизни всякое бывает. Чтобы люди не попали в грех, не приближались друг к другу, поэтому это запрещено. Еще что бывает? Даже бывает, что люди общаются, говорят с серьезным намерением. И где-то там могут общаться год-полтора. Потом, может быть, в жизни что-то не получилось. Тоже неприятно. Получается, она тоже девочка, которая уже общалась с посторонним парнем. На это можно обращать внимание ее будущий муж и так далее. И с его стороны то же самое. И еще что бывает, самое главное, братья, еще что бывает. Когда мы общаемся с противоположным полом, даже пускай мы будем говорить, что это серьезные намерения, все равно это грех первое. Второе, что очень плохо. И почему такие семьи бывают некрепкие? Потому что, когда общается парень и девушка, каждый из них хочет показать себя лучше, чем он есть. Да. Скрывает все свои плохие недостатки, хочет показать лучше, чем он есть. Потом, когда уже начинают жить вместе, даже если у них уже получилось все хорошо, свадьбу сыграли, начинают жить вместе, начинают потом узнавать все недостатки друг друга. А когда люди не общаются, и сразу у них все серьезно, все, заключили брак, они живут вместе, они такие, какие есть, естественно, они есть. Семеро дагестанских вольников выступят на чемпионате Европы в Бухаресте. Тренерский штаб сборной России определился составом участников континентальных соревнований. Дружина сформирована по итогам Ярыгинского турнира. Возглавит команду двукратный олимпийский чемпион Абду Рашид Садулаев. Также в заявку вошли медалисты Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Завор Угуев, Абас Каджи Магомедов, Каджи Мурад Рашидов, Курбан Шираев, Магомед Курбанов и Абдула Курбанов. Турнир вольников в румынской столице стартует 16 февраля. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok